Всем привет! С вами Ларри. Вы на канале про хобби и сегодня я буду вещать про очередную крутую фигурку от очередного производителя. Производитель на самом деле старый, альтер, а вот фигурка новая. Ну, у нас на канале про этого персонажа еще ничего не было сказано и мне он очень-очень-очень-очень нравится. Это же Саски. Не который из Наруто, а который Соски на самом деле. Из фришек. Но это же огонь. Это же просто огнище. Огнище! Огнище! Или как сказал Светлаков? Кто не смотрел сериал, мне в принципе нет смысла вам что-то рассказывать, если вы не смотрели сериал, потому что он появляется во втором сезоне сериала, поэтому бегом смотреть сериал, а потом возвращайтесь и как раз посмотрите. Ну, а если вы здесь чисто ради, там, о, фигурка мальчика, круто-круто, она там, ну или увидела, супер, классно, ну или увидел, мало ли кто нас смотрит. Вот. Мы рады всем, да. Вот. Сегодня у нас прекраснейший Соски. Я уже третий, четвертый раз повторила его имя. Я просто не могу. Мне очень нравится эта фигурка. Альтеры, как всегда, молодцы, умнички. У них целая линейка этих мальчиков по фришкам. В переводе на, ну, как бы в адаптации, если вы не смотрите с сабами, он называется «Вольный стиль». Второй сезон называется «Бесконечное лето. Eternal Summer». Вот. И по... как раз у Альтера есть линейка по конкретно этим мальчикам, то есть они все вот в таком стиле, в своих плавках. В этих плавках они появляются в самом сериале. Так вот, Соски появляется во второй части сериала, во втором сезоне сериала. Он там весь такой... Спонсор сегодняшнего показа – Друзья. Спасибо вам, друзья. А мы перейдем к коробке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, как говорил Амаяк Акопян? Дуем обязательно, если не дуньте. Если не дуньте, чудо не произойдет. Дуем. Фокус получился. Фокир не был пьян. Так, скотч. Так, кей достали. Тут, кстати, прикольно какие-то пароложки данные. В отдельных пакетиках пароложки. Не знаю, для чего это. Ну, вряд ли для каких-то его деталей, потому что он не разборный. Очки можно положить туда, но... Очки надеваются ему на шею. Сейчас мы его поставим. Размер фигурки... Как он ставится? 24 см. При масштабе 1,8 см. Что забавно... То, что заявленный рост соски по сериалу 182 см. А если мы берем масштаб 1,8 см и 24 см, то, соответственно, умножаем 24 на 8, получается 192 см. То есть, как-то производитель, видимо, его чуть-чуть повыше сделал. Ну, бог с ним. Просто интересный факт. Вот. Мы его собрали. Ой! Сори. Соски, прости меня, ради бога. Но башка у тебя снимается, мы теперь это знаем. У тебя очки вот здесь. Я лох. КОНЕЦ. КОНЕЦ. Ну, КОНЕЦ. КОНЕЦ. На самом деле я заприметила одну деталь еще в коробке, но решила все-таки открыть и посмотреть поближе. Значит, смотрите, помните, был видос про ужасного лиса от Union Creative, они там накосячили, но бог с ним, прикол был не в этом, прикол был в том, что у него сосков не было. Так вот, альтеры, они, видимо, тоже решили, что соски это орудимент, и мужчине они не нужны, и сделали фигурку без сосков. Нет, можно, конечно, сослаться, что у него кофта закрывает, ну нифига, это не порядок, не порядок. Но, но, в остальном я бы облизала, но меня не поймет подруга, которая дала мне фигурку на обзор. Музыка 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 мальчик по сюжету их у него как бы его нет ничего не связывает с главным персонажем но его сон вообще сам себе второстепенный персонаж и по сюжету его также у него там отношения условно отношения это не ее и не сенэнай не рассчитывайте не найдитесь хотя там фильм полный мальчиков абсолютно то есть там девчонка по-моему одна всего максимум две вот и у него там мутки с вторым второстепенным персонажем рином такой красноволосый мальчик андер даром мая на 1 мадаро так как огнище жену огнище я не знаю как можно что можно еще когда какой пить это еще можно подобрать чтобы вы поняли как насколько я просто прусь от этой фигурки очень жалею что я его себе не взяла нет соски конечно отсутствие сосков ладно хорошо что это это ж прям но лицо лицо огнище слово сегодняшнего дня огнище он красивый прям тело шикарно очень красиво альтеры постарались альтеры молодец вышла фигурка в августе восемнадцатого года этого если конечно вы смотрите это видео в двадцатом то привет вот а так до восемнадцатого у него нет попы противный голос у меня да терпите стоила фигурка на момент релиза 11 800 тысяч йен если конечно постараться его можно сейчас купить так что как бы смотрите на цену смотрите можно ли купить если надо если захотели заинтересовались то бегите покупайте конечно же вот это все у нас красиво стыки между руками и плечами нельзя было как-то замазать в глаза не бросаются но не придираешь да просто крутой что очень хочется ну хоть к чему-нибудь придраться должна ли я быть твою очень хочется вот а так вообще очень круто динамика в кофте шикарно молодцы вот 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 Подставка, вот, казалось бы, просто блинчик, просто пластиковый прозрачный блинчик. Плюсы. Во-первых, она пропускает свет. Если он стоит у вас на освещаемой полочке, то, соответственно, вы пустили туда свет, и она не загораживает его, знаете, как юнионские вот эти черные блины, жуткие абсолютно. Во-вторых, при том, что это даже просто блинчик, они все равно красиво украсили. Написали его имя, сделали вот этот всплеск шикарный, вот. И, конечно же, не зафакапили, ну, они и с плахтой так сделали, они не зафакапили вот этой гравировкой Made in China. Вот, не стали ее по центру здесь ляпать, а вот здесь аккуратненько с краешку нанесли. Очки тоже сделаны, деталюшечки прям очень красиво прорисованы. И на самом деле я бы сказала, что для вот такого качества именно анимешной статуи, ну, то есть комплитки, цена не очень высокая. Ну, именно на моменте предзаказа она, ну, как бы я бы не сказала, что это прям высокая. Прям вот, ну, крутейшая же фигурка, учитывая, что сейчас хоть и делают, ну, мужских персонажей, сейчас уже больше стало, вот где-то года 3-4 назад, фигурка мужского персонажа, это был прям реально нонсенс. То есть, ааа, господи, мужская, мужского мальчика, мальчика, там, если не брать каких-нибудь Наруто и Саски из Наруто, ну, и же там, да, таких вот. А вот именно таких сексуальных из не очень там крупных сериалов, очень-очень редкость была большая. И сейчас вот, ну, они начали набирать обороты, что очень круто делать такие вот фигурки. И по мне, так реально, это круто, вот не очень дорого за такого качества фигурку. Ну что, мальчик у нас на самом деле получает 4 плюса из 5 за цену, за качество, за габариты и за ожидание реальности. Потому что, ну, по качеству и цене, я думаю, что вы уже все поняли. Для меня накопить по предзаказу за полгода, альтеры примерно за полгода открывают предзаказы на своей фигурке, труда не составит. Если вы профакапили предзаказ, то, ну, блин, ну что я могу сделать? Я думаю, что если задаться целью, то можно все сделать и накопить сжатые сроки. Не знаю, найти где-нибудь, вот найти где-нибудь подешевле, как-нибудь уж выкрутиться, если очень хочется фигурку. Вот, по габаритам, ну, 26 сантиметров это не очень много, 1 восьмая. Ой, 24 сантиметра это не очень много, это 1 восьмая. То есть на полочку он встанет на любую, абсолютно. Вот, и ожидание реальности, я, вот честно, я смотрела промо-фотки, он, ну, няшка. Он на промо-фотках был няшка. И я, в принципе, вообще ни разу не огорчена, и меня ничего не смущает. Все очень круто настолько, что... Да и сама владельца, мне кажется, что она его поставит, просто получит... Наконец-то от меня, с августом у меня лежит, наконец-то получит от меня его... Ну, а вот, к сожалению, раритетность, она немножко подхрамывает на обе ноги. Поэтому нет, за раритетность он ничего не получает. Но 4 плюсика из 5, и можно сказать, что это крутая фигурка. И если вы смотрели сериал, и вам нравятся соски... Ну, хотя он там, на самом деле, очень пизодично появляется. Ну, бог с ним, там как бы ни вокруг него история крутится, но он как бы там есть в команде. Вот. Поэтому, если вам очень нравятся соски, то прям must-have, must-have. Его выпускали в другом еще формате. Была другая линейка где-нибудь там с водяными пистолетиками. Что еще сказать про тебя, красивый? Наверное, больше ничего не скажу. Вы все видели сами. Мои разглагодствования здесь неуместны. Поэтому на этой замечательной ноте, с этим замечательным мужчиной, мы с вами прощаемся. Ставьте нам лайк, если вам понравилось. Спасибо, что вы нас посмотрели и досмотрели до конца. У вас хватило силы воли. Рассказывайте о нас своим друзьям. Ну, а пока... Пока! Субтитры сделал DimaTorzok